все вот я лежу без сознания он симулянт я еще не признан виновным но сказали что ограничение у тебя нету никаких принципе иди гуляй но в баню и сауну не ходи а что мне это все я хочу в баню ходить я ограничен в этом судья нарушил мое право на защиту я обязательно скоро об этом 7 раз в месяц у меня выходило 50 тысяч 60 тысяч да я тратил потому что но я знал что я делаю на благо общества да то есть непосредственно помимо того что я получал с ютуба приходили донат и пойдем мы с тобой договорим я ему отказываю в этом и он не наносит удар в грудь при сотрудниках полиции дает показания ягод иду по красноармейской вижу следственный комитет дума точно надо мне на авокеана написать заявление и он поднимается в следственный комитет на восьмой этаж и пишет на авокеана заявление и именно тому следователю кто расследует мое уголовное дело совпадение не думаю 9 томов уголовного дела как можно это за два дня сделать здравствуйте друзья я нахожусь на территории двадцатой городской больницы где находится госпара в океан его выпустили из сизо но потом через несколько дней он лег в больницу его увезли на скорой помощи врачи его до сих пор они отпускают домой в общем мы к нему пойдем и самого спросим как у него дела и вообще что с ним было здравствуй артемий здравствуйте дорогие друзья всем кто подписан на артемия и конечно же всем кто подписан на мой канал я рад вас всех приветствовать и артемий пожаловал ко мне в больницу думаю не накопилось очень много вопросов поэтому будем же сейчас записывать интервью чтоб вы в дальнейшем знали о моей судьбе на данный момент и в дальнейшем в общем настоящий вы видели только по картинкам и в судье его можно наконец потрогать к нему много вопросов самый первый собственно что у тебя почему ты оказался в больнице почему тебя положили ну дорогие друзья значит ситуация такая сложилась что сидя в сизо к сожалению мне не оказывалось никакого медицинского обследования хотя я просил много заявлений писал мне даже написали ответ о том что мне отказано в непосредственно обследование медицинском и госпитализации в том числе что я нахожусь якобы абсолютно здоровым человеком ни в чем не нуждаюсь и этот ответ у меня непосредственно присутствует вот оказался в больнице с 12 февраля буквально 6 дней я на воле побыл и случился у меня приступ обострение язвенной болезни но как оказалось на фоне камней в протоках поджелудочной железы по ум если не ошибаюсь а также острый панкреатит вот непосредственно на фоне моей прободной язвы и 12 перстной кишки 6 язв вот поэтому я оказался в хирургическом отделении то есть тебя нашли к абсолютно верно да абсолютно верно то есть впоследствии не оказание своевременной медицинской помощи вот на фоне этого у меня случился приступ и как ну не могли же правильно за 6 дней у меня выявится эти камни да то есть появится они не могли то есть соответственно связи с тем что произведена была халатность со стороны гуфсина а именно непосредственно синюгиной марины александровны это главврач сизо номер один которая непосредственно она и отказывала мне в медицинской помощи поэтому я не только я и мои адвокаты усматривают здесь как халатность а именно 293 статью уголовный кодекс российской федерации скажи пожалуйста вот это заболевание она была в сизо и тебя там не обследовать абсолютно верно да я терял сознание в сизо неоднократно терял сознание даже если кто ходил на суды вы наверно помните что я приходил с фенгалом да то есть у меня стоял синяк под глазом это очень не повезло что он как-то я когда падал возможно всевышний меня отвел от более серьезных травм именно я ударился лицом об лавочку металлическая лавочка что могло привести конечно же как к тяжелейшему вреду здоровья так и к летальному исходу а у тебя много было таких обморок как реагировал на это администрация и суд ты знаешь артемий к сожалению никак не реагировал не суд не реагировал не гусин тем более да как вот тебе сказать я находился в камере двойник да то есть это две шконки где всего лишь я и мой сокамерник да то есть чтобы достучаться докричаться до сотрудников сизо нужно было стучать в броню вот и очень громкая там кричать орать помогите но к сожалению я этого не мог делать и приходилось все время это возлагать на своего сокамерника дак непосредственно владу мордасова спасибо за это большое он много раз выручала звал на помощь и когда приходили врачи и сотрудники гусин никто не осматривал меня даже просто вот она заходит и говорит он симулянт все вот я лежу без сознания он симулянт в чем проявлялась симуляция моя до сих пор мне остается неизвестным как пояснила непосредственно главврач синюгина марина александровна она позвала психиатра который психиатра пояснил всем другим сотрудникам также и мне что якобы я получил строгий приговор большой срок на фоне этого у меня выявилась стресс потеря сознания и я распереживался и поэтому так получилось но дорогие друзья все прекрасно знает что он никакого приговора мне еще не было а тогда так вообще никакого приговора и быть не могло то есть тогда была стадия расследования непосредственно опроса допроса свидетелей вот с чего психиатр это взял тоже остается не установлено факта терапевта или хирурга обследовал психиатр абсолютно верно да сказали что у меня какие-то наклонности придурковатые и так теперь помощь не оказали но насколько я знаю ты жаловался еще раньше а только вера объявил голодовку в самом начале когда тебя задержали ты жаловался что тебе отказывают в чем да я много раз писал заявление на обследование моего состояния здоровья потому что я находился в критическом состоянии по моему мнению потому что два месяца голодовки минус 15 килограмм и плюс при таких заболеваниях это очень сказалось на моем здоровье и прокурор туда по надзору приходил просил чтобы я отказался от голодовки видите ли им там как-то достается из-за этого но я продолжал стоять на своем да и в дальнейшем когда я почувствовал что уже действительно я не могу продолжать голодовать да я написал заявление об отказе от голодовки так как ввиду того что у меня усматривается ухудшение состояния моего здоровья поэтому я написал я помню следствие закончилось на тот момент или на тот момент да у меня следствие продлилось по моему два месяца 13 суток если не ошибаюсь ты еще жаловался на условия содержания абсолютно верно письма тебя где-то в детальных расписывал крыс тараканов да я больше расскажу про этот момент я действительно жаловался на содержание в сизо потому что люди которые сидели в подвале а это около там 140 человек это примерно 20 камер вот хат как их называют вот и когда у меня проходили следственные действия да то есть я через этот подвал ходил непосредственно чтобы пройти там к своему адвокату или там к следователю да то есть лежали поддоны на полу и под этими поддонами плавали фекалии человека то есть я даже приводил пример что вы понимаете если сейчас дать зеленый помидор арестанту любому он дыхнет и помидор покраснеет потому что человек непосредственно дышит аммиаком я забеспокоился за здоровье и состояние граждан которые находятся в заключении в этом подвале я стал жаловаться но спустя наверное дней десять эти письма у меня украли украли под предлогом того что я не выйду с камеры своей пока я не передам данные письма режимнику либо оперативнику что кто-то их зафиксировал как книги учета записей что они якобы будут отправлены игру что их отправлять не собираюсь у меня было украдено 16 писем то есть 8 писем это описание того самого подвала описание самого сизо вот и непосредственно же те заключенных кто содержится и какой беспредел в отношении них происходит я это все описывал и у меня это все украли вот под предлогом того что мы не выпустим когда мы тогда получили письма те которые да вот пришлось прибегать к хитростям да и так сказать ловить почтового голубя привязывать ему письмо чтоб шептать на ушко где сидят мои родные чтоб он летел и отдавал эти письма ну конечно же это немножко приукрашена но я думаю все суть поняли такой вопрос еще был эпизод на суде когда тебя привезли по избранию меры пресечения какой-то суд и ты там передал адвокату какой-то листочек тебя не хотели чтобы пока передавал тебя пытались пытались не дать абсолютно верно был такой эпизод действительно я находился тогда в шоковом состоянии потому что непосредственно такая сложилась ситуация когда значит меня заводят к начальству и говорят что ты мальчик заигрался вот и против тебя будет значит избраны другие меры ты будешь значит все время сидеть в карцере тебя будут снимать на видео как ты приходишь с адвокатом там как общаешься с ним вот и непосредственно ты доигрался и я тебе дам в рот вот это слова были непосредственно заместителя начальника значит тюрьмы максим юрьевич гурьянов это был вот и после чего значит стали происходить непосредственно выполнение данных действий то есть он стал значит производить видеосъемку непосредственно конфиденциальных моих общений с моим адвокатом я после того подумал что раз стали выполняться данные действия чтобы это все дальше не уходило я написал заявление но так как мои заявления просто рвались и никуда не отправлялись соответственно я также ловил голубя почтового шептал их на ушко и передавал данные письма но данное письмо именно непосредственно письмо а заявление да я озвучил в зале заседания потому что соответствие со 141 статьей упк рф я заявил о преступлении поэтому нужно отразиться в протоколе было и судья должен был реагировать на это что и судья наверно с прокурором и сделали поэтому огласку получила это огромную там все зубы ли какие-то проверки тебе приходили да ко мне приходил сотрудник уэсб вот и тоже но опросил меня как бы но я тогда написал отказную вот нет точнее нет не отказную еще позже написал отказную сейчас поясню почему значит первый раз ко мне пришел сотрудник уэсбэ гусин с учетом того что мы должны вас опросить от вас поступило заявление мы должны вас опросить примерно это было наверное спустя месяц где-то после моего заявления спустя месяц где-то было вот ну что ж сотрудник опросил меня я ему сказал что вот так и так было они даже не сотрудник вовсе на а следователь следственном комитета это был вот и мы тогда с ними по душам пообщались ну вот я ему рассказал как было и он будет ну ты подтверждаешь я говорю да подтверждаю что так было но претензий не имею потому что у меня пытались подвести он говорит но если ты не подтвердишь что я таки запишу то есть если бы я не подтвердил то это голословное обвинение в особо тяжком преступлении это обвинение было сотрудника гуси непосредственно заместитель начальника тюрьмы да да то есть если бы я сказал что претензий нет да то есть такого не было то меня бы обвинили по 306 статьи уголовного кодекса российской федерации заведомо ложные показания а именно это предусмотрено да как уголовным кодексом поэтому я не стал так делать и я написал что было такое но претензий не имею почему претензий не имею потому что на меня стало оказываться давление это учет содержания моего это не телевизора не каких других там прелестей так сказать тюрьмы да я не буду озвучивать это чтобы положение тюрьмы не пострадала вот поэтому я и говорю за то что на меня оказалось давление поэтому я не мог действовать дальше в рамках у пк у к и конституция российской федерации еще такой вопрос за ты писал что ты сидишь как террорист в одиночной камере да абсолютно верно значит самого начала я поступил в карантин карантин это проходят абсолютно все но я пожалуй задержался там на очень долго то есть меня грубо говоря туда вытащили о н.к. да это общественно наблюдательная комиссия который приходит проверяет тюрьмы я пробыл на карантине неделю вот обычно другие арестанты там проходят сутки даже кто-то и вообще не заходит туда двое суток максимум вот я там пробыл неделю спустя неделю меня подняли в камеру номер 33 она также находилась в том блоке где в основном содержались арестанты обвиняемые по статьям 205 с примами разными то есть 205 это террористические статьи вот значит после этого ко мне буквально может пробыл я там может месяц до этого я немного ошибся я сидел спецблоке до спецблок это камера номер 90 вот я там пробыл тоже месяц потом меня увезли на больницу обследовали меня там на больнице тоже очень много вопросов было у врачей там консилиум целый собирался там понимали что у меня обострение там язвы и все в этом роде но к сожалению врачи сизо не дали меня там оставить в больнице на обследование до дальнейшая меня оттуда вывезли и повезли обратно в сизо вот после значит месяца отбытия так сказать голословного моего наказания камере номер 90 это спецблок где в основном сидят одни террористы не в основном а зачастую так и есть люди обвиняемые в терроризме не террористы люди обвиняемые по террористическим статьям вот значит после этого я переехал в камеру номер 33 принципе все ничего не поменялось только за тобой не следит камера видеонаблюдения вот камера видеонаблюдения в основном это в карантине в спецблоке и на карцере вот это везде вот те камеры где оборудованы видеонаблюдением вот значит в камере 33 я пробыл также около месяца может двух где-то вот так вот потом меня перевели в камеру номер 63 абсолютно ничего не поменялось рядом со мной были люди обвиняемые по террористическим статьям но потом со временем уже эти люди стали переводиться в другие камеры им подселялся другой народ уже уже по другим статьям там обвиняемые вот значит потом мы с владом мордасовым тоже заобщались я стал вникать в его дело тоже меня это возмутило я стал пытаться как-то стала освещать это все и помогать человеку вот но как вы знаете правосудие не жалеет никого вот но в принципе вот так все и проходило получается два месяца провел один а потом ты оказался с мордасовым да и как мне сказали в общем ты будешь сидеть один до такой степени пока ты не откажешься от голодовки то есть они там ссылались на федеральный закон номер 103 о содержании обвиняемых и подозреваемых статья 42 по моему если не ошибаюсь что если человек объявляет от голодов объявлять голодовку то его нужно содержать одного то есть но я сидел то до этого с кем-то а потом когда я переехал в другие камеры мне стали выдвигать вот такие вот обвинения знаете меня больше всего чего возмутило это с наблюдательной комиссии я даже запомнил мне такая необычная фамилия надо тока такая фамилия у него интересно он заходит и говорит госпар ну зачем тебе это нужно не жалуйся на гурьянова типа перестань ты же понимаешь что там против тебя и против твоих близких это может плохо закончится подумайте по будущем зачем тебе это надо забери заявление игру все я вас услышал я могу принципе заниматься своими делами да 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 и ушел то есть это та комиссия которая должна защищать наши права законные интересы да от посягательства на наши права до конституционные в сизо они наоборот у такой вот не говорили до общественно наблюдательная комиссия еще к тебе приходили от уполномоченного по правам человек да абсолютно верно приходил вот ну он тоже там мужчина такой возрасте был с женщиной какой-то вот позадавали вопросы ничего такого сказали что от артемия вот и принципе никаких таких конкретных вопросов не задавал их не интересовало мое дело просто нужно было отработать заявку грубо говоря смысле мне пришел ответ о том что ты ни на что не жалуешься а вот когда что у тебя есть жалобы что ты голодов объявил ну и по факту этой голодовки собственном тебе пришел артемии ты знаешь я много чего рассказывал ему я много чего жаловался но видимо человек решил сделать по-своему да он сказал что в принципе он ничего не жалуется в принципе все так говорили что я никогда ни на что не жалуюсь и у меня все прекрасном сезоне трогайте вообще меня вот принципе примерно вот так вот это звучало но все прекрасно знают по моим письмам что я очень намного что жаловаться да за исключением того что я не мог пожаловаться на конкретные вещи чтобы не пострадала положение да допустим я требовал законности но это могла законность обернуться против меня допустим ту же самую еду взять как ее называют тюрьме баланда артемий ты понимаешь в соответствии с постановлением правительства нам каждый день должно выдаваться как минимум 90 грамм мяса на каждого арестанта 90 грамм мяса мы мясо видели раз в неделю это вот строго вот раз в неделю вот примерно как душ раз в неделю так это редко раз в неделю бывает там две недели один раз вот и по этой баланде тоже можно и нужно жаловаться понимаешь потому что представь один день не покормили мясом два дня это же сколько килограмм мяса представь 700 человек в сизо 700 человек и каждому 90 грамм мяса а кому-то там диета положено да я писал заявление на диету мне приходит ответ вам не положено диета а как это тебе не положено диета если у тебя есть справка в деле о том что тебя я понимаешь мне сами врачи дают бумагу который я передал непосредственно супруги также на суде о том что мне положено вот такая такая диета я это передаю супруги о том что вот мне положено также пишу сверху заявление о том что вот мне диета нужна мне пишут ответ что вы в принципе и здорово вам диета не положено теперь и давали диетические продукты низ нет а что тогда тебе передавали ну передавали в основном колбаса сыр сладкое яблоки фрукты и все ну то есть эту еду тебе можно есть эту еду не ну вообще нельзя мне есть но мне ее передавали а другую еду которую тебе необходимо конечно нельзя то есть допустим даже если они не могут мне обеспечить диету то и супруга мне не может передать диетические продукты потому что якобы они под запретом вот то есть допустим ту же самую вареную курочку да но если взять передать нельзя молочные продукты нельзя я как понял у них есть перечень то что не бортится ты знаешь и они будут согласно перечень знаешь артемий в каждом в каждой камере в соответствии с федеральным законом о содержании подозреваемых и обвиняемых до 103 да там написано если у сизо есть возможность то они могут предоставить холодильник я знаю что такая возможность была но холодильников нам не давали я кое-как смог добиться телевизора это очень конечно идеальный конечно такой шанс появился я выдернул его мы с владом мордасовым добились телевизора и аллилуйя мы смотрим телевизор но холодильника к сожалению не удалось добиться то есть приведу пример передается передачка к примеру там огурцы помидоры там колбаса это нужно употребить буквально за двое суток ну максимум потому что все остальное она пропадает свыше двух дней она начинает пропадать то есть доходило до того что приходилось срезать плесень и употреблять продукты потому что хотелось того хотелось этого но вот такие вот условия и так ты провел в сизу давай просто вспомним сколько всего 257 дней 8 месяцев небольших до из них два месяца в одиночной камере два месяца голодовки примерно и собственно твое следствие шло два месяца она закончилась там в конце июля вот потом был был маленький период когда прокуратура утверждала обвинение и материалы дела передали в суд как вообще рассчитывается срок задержания сколько можно держать человека по твоей статье по моей статье с момента подачи дела в суд поступление дела в суд соответствии с 255 статьей уголовно-процессуального кодекса российской федерации частью 3 нельзя содержать более 6 месяцев гражданина до обвиняемого в средней тяжести преступления вот и избрать какую-либо иную меру в отношении него также нельзя вот но там есть такой отступок что домашний арест только считается мерой а все остальное это не считается мера наказания хотя сейчас я нахожусь в браслете да и хожу с неким блоком который регулирует мое нахождение и не покидание города ростова-на-дону я хотел сказать что тебя опустили но это своим здоровьем никак нет никак не связано с моим здоровьем и им абсолютно было плевать на мое здоровье их только интересовало третье постановление правительства российской федерации о том что можно ли содержать госпара в океана или нет то есть в третьем постановлении сказано весь перечень показан тех заболеваний с которыми нельзя содержать граждан российской федерации в тюрьмах это туберпилез четвертой степени там много чего заболевания а вторых человек да да тогда в сезон нельзя а тебя значит в сезон можно на максимальный срок возможно конечно конечно что они и сделали максимальный срок вышел 6 месяцев поэтому они и отпустили меня да то есть буквально 6 числа мне отпустили а 9 числа 9 февраля 2020 года срок этот истекал то есть обратно меня в сезоне могли вернуть почему потому что седьмое это пятница может тому суде какие-то дела были а суббота воскресенье никто не работает поэтому не 6 числа и прокурор вышла с таким ходатайством о том что нужно выпустить госпара в океана но имеется аудиозапись где прокурор говорит в перерыве когда никого нет телефон благо лежал со звукозаписывающим устройством и он говорит что госпар ты выйдешь там по истечению 6 месяцев без каких-либо ограничений просто под честное слово но как мы все знаем что госпар под честное слово не вышел а вышел с ограничениями которыми просто не знаю даже самых лютых там каких-то террористов даже не одевают расскажи об ограничении до ограничения у меня на самом деле интересные очень интересные потому что они абсолютно ограничивают мою деятельность мою жизнь даже потому что моя жизнь связана с моей деятельностью непосредственно это значит покидать город ростов-на-дону предела его это общение с потерпевшими так называемыми до значит далее не пользоваться информационной телекоммуникационной сетью интернет что как связано моя информационная телекоммуникационная сеть с моим уголовным делом абсолютно не как запрещено пользоваться связи Это непосредственно с телефоном. И непосредственно запрещено пользоваться почтой. Это те самые ограничения, которые были на меня возложены. Посещать места. Да, и посещать еще места массового скопления. Массовое скопление мне, к сожалению, до сих пор никто не разъяснил. Прошу обратить внимание, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, со статьей 105.1, там четко и ясно написано, что в постановлении суда должно быть разъяснено гражданину, как он должен исполнять данные меры наказания. То есть непосредственно вот эти ограничения. Как пользоваться телефоном, как им не пользоваться, как пользоваться интернетом, как им не пользоваться, куда ходить, куда не ходить. То есть массовые мероприятия, это допустим, вот я стою на остановке, бах, подбежало 20 человек сфоткаться, да, все. Это массовое скопление людей, грубо говоря. В автобусе можешь сесть? Вот, к сожалению, не знаю, хожу пешком. А такси можешь вызвать? Такси, да. А у тебя телефоном нельзя пользоваться? Да, вот такси могу вызвать, но попросить кого-либо. Понимаешь, вот ситуация, да, к примеру, я хочу вызвать скорую помощь, да, себе. Я не могу этого сделать, потому что суд меня ограничил в этом. Но в соответствии с УПК, со 105 статьей, точка 1, это разрешено. Это запретить мне никто не может. Но так как судья не разъяснил мне это, не дал мне объяснения по этому поводу, я не могу этим пользоваться. Потому что, как мы все прекрасно знаем, что УПК не работает. Ни на суде, ни на прокурор, никакого воздействия этот УПК не имеет. Как тогда тебе быть, если ты куда-то хочешь идти? Как быть, вот тоже вопрос. Без разъяснения. Как я могу без разъяснения, допустим, оповестить, да, как я должен оповещать своего контролирующего органа, да, свой, это ВСИН, да, вот. У меня есть такая замечательная кнопочка вот на пульте, да, вот я вам всем покажу, чтобы вы видели. Вот такая вот есть кнопочка, SOS. Вот если ее нажать, то абсолютно ничего не произойдет. Абсолютно. Вот. К тебе никто не придет? Абсолютно верно. Как мы видим, вот здесь есть динамик. Есть динамик. Есть кнопка поднять трубку, есть положить, есть отключить, да, и есть SOS. Когда мне стало плохо, 12 февраля, я миллион раз нажал кнопку SOS. Как она со мной свяжется? Тебе не перезвонили? Конечно, абсолютно верно. Никто не перезвонил. Пришлось моей супруге звонить и говорить о том, что я экстренно госпитализирован в медицинскую больницу, да, в медицинское учреждение города Ростов-на-Дону, больница номер 20. Это устройство у тебя в кармане или на ноге у тебя что-то? На ноге, да, абсолютно верно. На ноге у меня находится браслет, вот, который также я с ним купаюсь, но, опять же, меня ограничили. Ограничили в посещении в бане и сауны. То есть, по сути, я еще не признан виновным, но сказали, что ограничений у тебя нету никаких, в принципе, иди гуляй, но в баню и сауну не ходи. А что мне делать? То есть, если я хочу в баню ходить, я ограничен в этом. То есть, мои права нарушены. Но, к сожалению, их восстановить никому не удается. Каспар, я, ну, вопрос, конечно, не тебе, вопрос к суде, но как ты думаешь, когда будет приговор? Приговор, я думаю, что в ближайшее время, потому что я пытаюсь, пытаюсь не затягивать это все, и вообще никто из нашей страны не затягивает данное дело. Почему? Потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы это быстро закончилось, и я либо поехал, так сказать, отбывать наказание, либо же оказался дома с близкими и родными. Но, как практика показывает, что обычно по таким статьям люди не получают больше года общего режима, или больше полутора года колонии-поселения. То есть, вот такой вот разброс идет. И я думаю, что очень скоро будет уже непосредственно приговор. Скажи, пожалуйста, про своих адвокатов. Была новость, ты уволил всех адвокатов, а потом тебе нашли нового. Абсолютно верно. Чем они виноваты? Они ничем абсолютно не виноваты, никого я не увольнял, я их не нанимал на работу. Это, пожалуй, я отказался от их услуг. Но есть маленькая тонкость, да, опять же прибегнем к уголовно-процессуальному кодексу. Я абсолютно уверен в том, что судья нарушил мое право на защиту. Я обязательно скоро об этом всем расскажу. Пока что это маленькая тайна, это мой ход. И я знаю, как я могу себя защищать и что в дальнейшем делать. Но вопрос такой, да, что много было собрано доказательств моей невиновности. Почему же судья не удовлетворил ходатайство? То есть адвокаты сделали ходатайство, а судья отклонил. Да, поэтому для того, чтобы соблюдать мои права на защиту, мне пришлось отказаться от своих адвокатов, чтобы другой адвокат, может, у другого адвоката получится приобщить данные материалы к уголовному делу. А есть ли новые доказательства? То есть получается как? Старые доказательства уже не приняли, что он будет предлагать? Мы будем также протоколами осмотра доказательств, будем приобщать их к материалу дела, которые имеются доказательства, и которые собраны вновь. Вновь собраны доказательства, это непосредственно распечатка звонков, ну и много еще чего нового. Понятно. Про распечатку звонков была просто потрясающая история. Подписчики собрали 28... Нет, мне этот вопрос хотел спросить. Они собирали 28 тысяч на нотариус. Что-то там с нотариусом очень дорого вышло. 28 тысяч это было не именно на нотариус, а на протоколы осмотра доказательств. То есть мы должны были надлежащим образом заверить доказательства, которые мы предоставляем суду. То есть протокол осмотра доказательств, он делается, да, действительно у нотариуса. Нотариус это все заверяет, осматривает и подтверждает, что он действительно удостоверился, что все с источника, который был, с чего было снято, с чего было записано, да, что есть этот источник, что есть такие доказательства, это осмотрело и подтверждает своей печати. То есть получается, что каждая бумажка, например, как вы будете распечатывать звонки, это значит тоже нотариус, тоже деньги? Вот это вопрос еще, но нет, я думаю, что печати моей сотовой компании абсолютно будет достаточно. Хорошо, вопрос такой, ну уже мы переходим, откуда деньги у блогера? То есть у тебя защищают адвокаты, много адвокатов. Виталик Митрофанов ездит из Краснодара каждый суд. Делаются доказательства, жена носит передачки, все тут вокруг, тут на что? Я хочу выразить, во-первых, огромную благодарность, я обращусь с него со сна в камеру, да, это большое спасибо моим друзьям, моим адвокатам, большое, огромнейшее спасибо Виталию Митрофанову, который все это делает, все это организовывает, и все, что у меня было, да, всем, чем я мог отплатить адвокатам, я отплатил. И непосредственно супруга заложила там золото, да, в ломбард, поэтому, и непосредственно подписчики также помогают, стараются там кидать супруги там на карту, ну как мне известно. Ну и как мы можем знать, что просматривая мои видеоролики, YouTube платит деньги, да, то есть буквально там 7-10 тысяч каждый месяц жене приходило, на что я и получал передачки, соответственно. Но на адвокатов это уже не хватит. Абсолютно верно. Вот с адвокатами мне тоже остается вопрос такой, как они осуществляли защиту, но я думаю, что Виталий Митрофанов много чему помог, потому что, ну я не буду разглашать, потому что адвокатская тайна, как они меня там защищают, сколько они берут за это, я сам об этом ничего не знаю, поэтому уже в процессе большинство адвокатов появлялось, приходило уже в процессе, когда я сидел в тюрьме, соответственно, у меня там нет ни связи, ничего, то есть я не мог ничего знать, а все, что касается уголовного дела, письма не передаются. Понятно. Тогда вопрос такой, в тему просто, сколько вообще зарабатывает блогер? Ну вот ты был блогером, да, у тебя было 92 тысячи подписчиков на май месяц, вот. Казалось, что у тебя просто, ну как бы дофига всего, вот ты там что угодно вытворял, а потом еще сказали, что ты еще деньги помогаешь, что это вообще главная статья твоих доходов. По поводу моего заработка на YouTube я никогда нигде не скрывал, я всегда говорил, что бывает пик такой, когда просмотры взлетают, и я получаю там, ну, в месяц, грубо говоря, там 35-40 тысяч. Но при том, что я это получаю, я, вы все прекрасно помните, когда я делал закупки в аптеках, да, наркоаптеках, я тратил намного больше, в месяц у меня выходило 50 тысяч, 60 тысяч, да, я тратил, потому что, ну, я знал, что я делаю на благо общества, да, то есть непосредственно помимо того, что я получал с YouTube, приходили донаты, да, то есть, ну, все мы прекрасно помним, помним, открывается шкала, и люди скидывают на тот или иной рейд, поездку там в область, поездку туда, поездку сюда. И вот так и проходила, конечно, моя жизнь. Ну, самое главное, ты нуждался в этих деньгах, которые, вот, якобы ты вымогал? Артемий, ты знаешь... То есть, сказали, что вот ты такой вот, 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 не человек, вот, вот... Ты знаешь, Артемий, если бы я нуждался бы в тех, допустим, 200 тысячах, которые Березин мне перекинул, вопрос тогда, зачем же я изначально производил видеосъемку самого себя и говорил о том, что я хочу поймать на взятки мне этого Березина? До того, 13-го числа я звонил в редакцию, 13-го числа я звонил еще там некоторым людям, я обязательно об этом расскажу, которые при погонах серьезных, да, советовался. 14-го числа я стал звонить сотруднику УСБ непосредственно Скорнякову до встречи с Березиным. Для чего тогда я это все делал? Для чего, когда мне Березин перекинул все эти деньги, для чего я тогда их снял и ехал к сотруднику УСБ с заявлением? Для чего я это все делал? То есть, когда я понял, что сотрудник УСБ трубку не берет, у меня выхода не оставалось, как вернуть эти деньги и просто жаловаться на то, что меня подставили. Я уже на тот момент осознал, что меня подставили. Все деньги были возвращены не для того, чтобы якобы я знал, что меня подставили. Нет, просто мне эти деньги были не нужны, у меня не было никакого злого умысла, чтобы получить эти деньги зачастую. Только был тот умысел, чтобы улечить сотрудников полиции в подкупе журналиста. Скажи, пожалуйста, сейчас, когда уже прошло время, у тебя просмотры уменьшились? Конечно, намного уменьшились просмотры. Я думаю, что у меня бы на это время, если бы я был на воле, у меня было бы сейчас около 200 тысяч подписчиков. Но на самом деле канал не умер, там выходят ролики, по крайней мере, о студентах. Да, выходят ролики, но в принципе по просмотру можно понять, насколько это людям интересно. Людям подавай больше трэша, больше крови, больше вот этого всего. Есть, да, остаются те люди, которые действительно звонят, интересуются моим здоровьем, как я нахожусь в том или ином состоянии. И вот есть такой контингент людей, которые не бросают меня. Я за что очень благодарен этим людям. Но есть и тот контингент, который говорит о том, что Гаспар должен сидеть. Если бы я еще раз говорю, если бы я являлся вымогателем, то еще бы год назад меня бы посадили. В первом отделе полиции не было бы 4 отказа возбуждению уголовного дела. Логично? Логично. Еще бы год назад меня бы посадили. Сотрудники полиции не выносили бы отказ возбуждения уголовного дела в отношении Пастухова, в отношении меня по эпизоду Пастухова. Кстати, по поводу Пастухова. Там вообще странный эпизод. Оказалось, что он на тебя жаловался многократно, и ему многократно отказывались. Абсолютно верно. Он все придумал вообще, что он на тебя хотел? Есть видеозапись в сети интернет, где называется «Развитие, автошкола, нападение». Это непосредственно мама Пастухова нападала, инструктор нападал, и сам Пастухов мне нанес удар в грудь. Когда я ему отказал о том, что он говорит, пойдем, мы с тобой не дорешали вопрос, пойдем, мы с тобой договорим. Я ему отказываю в этом, и он мне наносит удар в грудь при сотрудниках полиции. Я начинаю задыхаться, сотрудники полиции, конечно же, его запаковывают и ведут его в патрульный автомобиль, где его и закрыли там. Все. То есть, человека, который не буянит, ничего не делает, его в каталажку не сажают. Его сажают на заднее сидение вместе с патрульными, и он едет, допустим, дает объяснение. Но когда человек буйный, его закрывают в эту каталажку, что и было сделано. А потом он на тебя обиделся и написал, что... Абсолютно верно. То есть, еще на тот момент, исходя из материалов уголовного дела, велось наблюдение в отношении меня. То есть, проводились оперативно-розыскные мероприятия. То есть, они за тобой, получается, следили... Да. То есть, у него еще был... Почему он хотел мне деньги эти втулить? Именно с учетом того, чтобы я взял и меня задержали. Но давайте обратимся к постановлению Пленового Верховного Суда о разъяснении 163-й статьи. 163-я статья о вымогательстве подразумевает под собой само требование. То есть, я выдвинул требования, сопряженные с угрозой. Это уже оконченное преступление. То есть, на тот момент сотрудники полиции уже имели полномочия меня задержать, если есть веские основания для этого. Но они этого не сделали. Даже Пастухов якобы предоставил какие-то доказательства, какую-то аудиозапись на дискете, да? После этого даже было вынесено 4 отказных материала. То есть, на этой записи нету собственного вымогательства? Абсолютно. И не было. Даже не только на этой записи. В общем, не было никакого. Я его говорил о том, что если он мне говорит, я хочу тебе там то-то, то-то помочь, то машину починить, то там денег дать. Я говорю, послушай, стоп. Давай остановимся. Во-первых, машина у меня есть, кому починить. Во-вторых, денег. Если ты хочешь помочь мне деньгами, пожалуйста, давай. Мы едем с тобой к адвокату, заключаем какой-то договор бумажный, что ты помогаешь на развитие канала. Потому что я знаю, что он ранее подставил своего адвоката на вымогательстве якобы 600 тысяч рублей. Но адвокат тогда смог спокойно отбиться. Вот. Ну, это, по крайней мере, недостоверная информация, но я, по крайней мере, слышал об этом. Слышал и знаю. Да, вот поэтому я и предостерегся. Я говорю, послушай, если ты хочешь помочь мне своими 200 тысячами, 100 тысячами, мне хоть 10 тысяч, неважно. Давай это все через адвоката оформим, чтобы это было доказуемо, что ты помогаешь мне на развитие канала. Он отказался категорически. То есть у человека был умысел именно подставить меня. У него провокаций было миллион. Но я спокойный человек, я не велся на это. И это его очень злило. Он, что ролики за его автошколу выходят, а Гаспар денег не берет. Как же так? Скажи, пожалуйста, дальше. Вот мы уже рассмотрели эпизоды от вас с Березиным. Есть еще Буцкой, есть еще врач. Где мы находимся в больнице 20-х. С этим врачом, по-моему, самое непонятное. Его не было же в самом начале, когда дело возбудили. Он откуда-то взялся. Акемий, послушай, я тебе вот коротко расскажу по врачу. Просто вот его показания взять. Вот сейчас просто отбиваемся. Он идет по Красноармейской, видит Следственный комитет. Это он дает показания. Я, говорит, иду по Красноармейской, вижу Следственный комитет. Думаю, точно, надо мне на Аввакяна написать заявление. И он поднимается в Следственный комитет на 8 этаж. И пишет на Аввакяна заявление. И именно тому следователю, кто расследует мое уголовное дело. Совпадение? Не думаю. Я думаю, вот здесь уже вопросы должны откинуться. Что же это за эпизод? И почему же спустя только целый год, целый год он решил написать на меня заявление? Вы не думаете о том, что Следственный комитет пришел или еще кто-либо пришел и надавил на него? Что давай-ка, нужно же затолкать Аввакяна в СИЗО. То есть по одному бы эпизоду меня бы просто не арестовали бы в СИЗО. Самый главный вопрос сейчас. Ты находишься в больнице, и Толтаев, он тоже врач, он вообще как бы с тобой пересекается? Нет, никак не пересекается. И, возможно, в ближайшие несколько месяцев, может быть год, он не пересечется со мной, потому что в отношении него проводится доследственная проверка в отношении получения взятки в размере 5000 рублей. Да, по-моему, 5000 рублей. И скоро буквально это видео будет опубликовано в сети интернет. Это произошло, буквально его задержание происходило... Ну там, по-моему, проверка просто. Да, проверка, но однако же это происходит сейчас, по-моему, 11-го числа это произошло. Или 10-го, где-то вот так. Вот такие бывают совпадения. То есть ранее, когда я говорил о том, что человек вымогает деньги, мне никто не верил. Нет, этого быть не может, это не то, это не так. И тут подтверждается факт, но уже видеозаписью, как он вымогает эти деньги. Но не у тебя. Нет, не у меня. Я к этому отношения никак не имею. Вот так, друзья. То есть вот сенсация. Ждем, когда выйдет это видео новое про человека, который обвинил Гаспар и написал на него донос. Да, абсолютно верно. Всего 4 таких доноса. И последний Буцкой, наверное. Да. Буцкой видеоролик опубликован. Ссылочку, наверное, подсветится наверху сейчас. Кто это такой. Там эпизод очень простой, но Митрофанов рассказывал про очень смешные доказательства про это. Абсолютно верно. Смешными доказательствами действительно является только расписка. Расписка, сфотографированная сотрудником ОРЧСБ и приобщена к делу не оригиналом, а просто фотографией. И с этой фотографией сделана распечатка, копия. Объясни, пожалуйста, что это такое, как она взялась? Ты знаешь, Артемий, я до сих пор не могу понять, как могла эта расписка появиться у меня дома. Вопрос. Если вы знали, что это какой-то еще может быть следующий эпизод, почему вы не изъяли оригинал и не приобщили ее к материалам дела? Потому что, проведя подчерковедческую экспертизу по данному оригиналу, доказалось бы, что подписи не мои, что почерк не мой и, возможно, даже и там и Буцкого нету. Я извиняюсь. Это расписка написана Буцким. Абсолютно верно. О том, что ты у него взял деньги. Да, что он мне вернул деньги в якобы, как он сказал, что якобы я у него ранее, вернее, он у меня ранее занимал 150 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, я с Буцким виделся на тот момент первый раз, я его знать не знал. Как я мог вообще с ним видеться ранее и занимать еще такую крупную сумму денег, остается вопросом. И эта бумажка, написанная Буцким, оказалась в уголовном деле, как будто сделана фотография в ходе обыска у тебя дома. Даже не в ходе обыска у меня дома, а, возможно, они ее где-то сфотографировали у себя в отделе, а потом просто принесли уже ко мне домой и начался обыск. Хорошо, покажите видеозапись обыска. Вы же должны были проводить видеозапись обыска. Давайте покажите, что вы у меня ее нашли. Но и тут они могут изловчиться. Они же ведь могли включить видеокамеру после того, как подложили эту расписку, правильно? И потом заходят они домой якобы с обысками. Но в самой же списке нет и доказывать, и доказательством не можно. Абсолютно верно. Я считаю на то, что в соответствии с 75-й статьей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, это считается как недопустимое доказательство. Почему судья это не убрал, как доказательство, которое несет за собой сомнения в соответствии с 14-й статьей УПК Российской Федерации, там говорится о том, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Но, к сожалению, ничего в мою пользу не трактуется по данному уголовному делу. Итак, остается нам сейчас просто дожидаться решения суда. Когда, ну там уже будет этап премии, наверное? Да, будет этап премии, будет последнее слово и будет приговор. Вот. И мы тогда узнаем, Гаспар, ты с нами или еще? Да, или я еще не с нами, да. Но такая статья, она сколько грозит тебе максимум? От 0 до 4 лет. Но 4 года обычно очень редко кто получает, а вообще по сути никто. Я еще даже ни разу не видел, что по данной статье кто-то получал 4 года. Я сколько наблюдал за практикой. Максимальный срок по моей статье я видел, это 1 год общего режима. Это самое строгое, что я видел. Но ты уже отсидел? Да, по сути я уже отсидел. СИЗО считается за... День за полтора. Ты сидел 8 месяцев? Да, ровно год. Получается год. Странная статья, вот я пытался читать, понять, пленум читал. Ну, там же четко написано, что это требование должно быть. Абсолютно верно. Требование сопряженное с угрозами. То есть ты должен был кому-то угрожать и требовать. Да. А они не говорят, что ты угрожал и требовал, они говорят, что ты деньги хотел получить. Да. Как тогда, то есть, как это вообще рассматривать? Столько времени. Почему столько времени? Следствие, суд, что там изучать? Никто не будет. Ты понимаешь, Артемий, вот ситуация. Судья с самого начала говорил, дело тяжелое. 4 эпизода. Это очень сложно. Надо это все разобрать. Когда подходит дело к тому, что мы заявляем ходатайство, о том, что там отложить дело. Нет. Дело легкое. Всего лишь 4 эпизода. Средней тяжести. Что там изучать? То есть мы просили отложить на несколько дней, чтобы ознакомиться с материалами дела. Чтобы новые адвокаты. Да, чтобы новые адвокаты ознакомились и все в этом роде. Но нет. Дело легкое. Что там ознакомиться, вам 3 дня хватит. Это 42 часа, почти под 50 даже часов аудиозаписи и протоколирования. 489 листов протокола судебного заседания. И 11 томов. На тот момент было 8, по-моему, томов. Или 9. 9 томов уголовного дела. Как можно это за 2 дня сделать? В соответствии с УПК 259, по-моему, статьей, если я не ошибаюсь, дается 5 суток минимум для ознакомления с протоколами судебного заседания. Только 5 суток минимум для ознакомления с протоколами судебного заседания. Сколько? Протоколов? Протокол 489 листов. Я должен был за 2 дня ознакомиться с 489 листами протоколов. Это просто невозможно. И 42 часа прослушать аудиопротоколирование. 42 часа это непрерывно. Я же тоже должен кушать, спать, что-то делать. У меня же там тоже в тюрьме свой распорядок был. И я был лишен этого, потому что мне никто технику не даст туда. Мне никто не принесет это все, чтобы я там... Технику для того, чтобы ты слушал аудиозаписи? Да. Если бы они тебе это все предоставили? Невозможно, СИЗО не пропустило бы это. То есть СИЗО бы сказали, нельзя Абакяну давать аудиопротоколирование? Да. Абакян будет записывать всех на диктофон. Скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас все идет к финалу, заканчивается дело, будет решение суда. Да, ты писал, что ты получишь приговор. Да. Что-нибудь изменилось? Ничего не изменится. Я уверен, что я получу приговор. И оправдательных приговоров быть не может. Потому что если будет, Артемий, приговор в мою сторону, да, он будет оправдательным. То непосредственно достанется следователю, достанется прокурору, достанется другим лицам, которые непосредственно доложили на меня ложную информацию. Давайте даже возьмем нашу звезду Нигана Вужанну. Да, это бывший майор города Оксая, сотрудник ЭКЦ, которая говорила в гражданском суде одни показания, а по настоящему уголовному делу дала другие показания, которые разнятся и которые подтверждаются протоколами судебных заседаний. Но она уже не сотрудник, ее нельзя уволить больше. Уволить не надо, но ведь она попадает под 307-ю статью Уголовного кодекса. Это как заведомо ложные показания, сдача ложных показаний в судебном заседании. Вот что. Но никто, конечно же, не будет возбуждать. Давайте вспомним понятого. По-моему, Коргинов его фамилия, если я не ошибаюсь, который говорил о том, что он лично видел, как мне сотрудник полиции передавал 200 тысяч рублей. Давайте вспомним материал уголовного дела. Даже следствие не установило. Сам Березин говорит, что не давал мне денег. А ведь наш понятой говорит, что видел. То есть он придумал? Больше, чем придумал. Больше, чем придумал. Скажи, пожалуйста, вот кто тебя поддерживает и кого ты хочешь поблагодарить вот таких людей? Я благодарю абсолютно всех, даже тех, кто меня не поддерживает. Спасибо большое за то, что обращаете внимание на мою персону. Спасибо большое тебе, спасибо большое всем гражданам, которые меня поддерживают. Это непосредственно мои адвокаты. Луньков, Надеян, Кошко, Шатилов и непосредственно, конечно, мой лопаухий друг Виталий Андреевич Митрофанов. Большое ему спасибо. Человек действительно очень много сделал для меня. Спасибо большое моей жене, моей семье, которые добивались того, чтобы все-таки я вышел на свободу. Жена по сей день переживает, нервничает. Но нервничаем все, ждем приговора и будет видно уже. Такой еще момент. Как ты вообще узнаешь о том, что происходит? Никак. Ты же в СИЗО не мог, кто тебе передавал? Это все непосредственно было с уст адвоката, который приходил, кое-как там пробивался ко мне. Мы на суде пытались как-то разговаривать. Но ведь на суде мне тоже не давали конфиденциально пообщаться, потому что конвойные слышали весь наш разговор. И мы не могли нормально согласовать позицию как и по уголовному делу, как и по защите. Сейчас изменилось что-то? Ну, больница это не СИЗО, но как-то... Ты знаешь, не совсем что-то изменилось, потому что я не могу пользоваться интернетом, не могу пользоваться связью. Поэтому с Краснодаром моим адвокатом ездить сюда и с Москвы летать невозможно. А у Надейна, к сожалению, тоже судебное заседание, он не может каждый день ко мне приезжать, какое-то время тоже выбирать, чтобы что-то чем-то мне помочь. Давай тогда завершим интервью. Когда у тебя следующий суд? Следующий суд состоится 19 февраля 2020 года в 10.30. И, конечно же, это все остается на усмотрение лечащих врачей, потому что они беспокоятся за мое здоровье. Все анализы показывают о том, что мое состояние здоровья ухудшено очень сильно. Этот острый панкреатит, камни, эти тоже найдены. Моя язва тоже не дает им покоя, поэтому будем лечиться, будем выздоравливать. Я думаю, что все документы будут предоставлены на общее обозрение. Я не буду ни от кого ничего скрывать, потому что я не считаю себя тем человеком, который боится чего-либо. Если бы я боялся, я бы после выхода из СИЗО не брался за камеру и не производил видеосъемку нечестных сотрудников полиции. Поэтому я буду бороться дальше за права граждан, за свои права и будем вместе вершить правосудие. Гаспар, держи тогда газету. Спасибо большое. Да, телевизора нет. Да, телефона нет. Аргументы и факты. Все от теми. Они, кстати, писали о тебе. Спасибо большое. Они писали о тебе на своем сайте, они писали о митинге, они писали о том, когда тебя выпустили из СИЗО. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и подошли к концу. Я думаю, что немного интересно вам будет посмотреть данное интервью на канале Артемия. Может быть, и даже кусочек выберем на моем канале, где-то разместим ссылочкой на канал Артемия. Поэтому подписывайтесь Артемий Зайцев, YouTube канал. Человек также немало делает для города Ростова-на-Дону и для его общественного транспорта. Ну что ж, берегите себя и своих близких. До скорой встречи. Пока.